Про прекрасную погоду я вам рассказала, и на выходных эта погода также обещает быть прекрасной. Есть прекрасное мероприятие, которое как раз можно провести, можно им насладиться на открытом воздухе. Про важную, интересную и полезную эко-акцию поговорим прямо сейчас. Если вы мечтали посадить кедр, можете сделать это 25-го числа или 26-го мая. Почему именно в эти даты, спросим у гостей, ну не в студии, но на свежем воздухе. Где еще такую тему обсуждать? Евгений Первых, Олеся Коробейникова, эко-активисты, доброе утро. Доброе утро. Что это за акция такая, кто, что, где будет высаживать на этих выходных? 25-го, 26-го, да, получается? 25-го, 26-го. Мы будем высаживать кедровую сосну, как правильно ее называют. Все называют ее кедр, но на самом деле это кедровая сосна. Высаживаться будет и там в Емельяновском районе, вблизи деревни Талая. Ну, если кто знает и понимает, ориентируется на местности. Значит, приглашаем всех желающих, кто захочет принять это участие в этом мероприятии грандиозном, потому что именно в волонтерском движении первый раз за такое, за огромное количество времени высаживается такое большое количество кедровой сосны. А какое это количество? Давайте немножко цифрами запугаем. Ну, количество 34 тысячи кедровой сосны, сеянцев, да, это достаточно приличное для волонтерского движения. А вот, что касаемо об этом движении, это вот... Именно поэтому нам нужны люди, мужчины в приоритете. Да, да, конечно. Чтобы женщины... Сколько людей необходимо на такое количество и какую аудиторию мы ждем? Кого зовем? Ну, в идеале вот человек 200. Так, как присоединиться? Вот один из этих 200, например, нас услышал. Что ему делать? Куда бежать? Вот, да, надо с чего-то начать. Как нас найти? Телефон. Так, ну, вообще... В данный момент только телефон. Вообще есть телефоны, есть сайт, на который группа, которая уже существует. Мы уже садим, мы отсадились субботу-воскресенье на той неделе, вот, приезжало порядком 100-120 человек, и все вот эти 120 людей приняли участие вот в этой акции. Уже мы посадили 18 тысяч, и у нас осталось досадить вот эти оставшиеся кедры. А вообще конкретно найти вот возле ленты, мы будем в 7.30 будет сбор в субботу-воскресенье, с 7.30 до 8 ждем и стартуем. Есть какое-то название у акции, чтобы мы по этим кодовым словам можно было найти тот же сайт и само движение? Движение For Planets. Так, почему именно кедр, кедровая сосна? Почему именно такую культуру выбрали, именно это дерево? Мы уже закадываем и обсудили, оно на самом деле достаточно капризное в плане приживаемости, хоть и красивое, и классное, и кедр это вообще замечательно, но не простое. Да, да, кедр, конечно, не простое дерево по приживаемости, но оно у нас, понимаете, Сибирь, кедр, это как неразделимые вещи. Все понимают, что Красноярский край это центр произрастания этой сибирской сосны. То есть, да, да. И вот получается, что именно эта почва, именно вот эта местность, она благоприятствует произрастанию этому кедру. Хотя, конечно, это все не очень просто вырасти этот кедр, кедр достаточно капризный. Ну вот, поэтому и весь вот этот биологический процесс, который рядом с собой аккумулирует этот кедр, то есть шишка, орех, орех, звери, то есть порядка 70 зверей крутится вокруг вот этой биосистемы. То есть, получается, вот поэтому мы выбрали этот кедр, и мы будем продолжать его высаживать. Давайте чуть подробнее поговорим как раз и про идею, и про основание этой акции. Откуда все пошло, как это все соединилось, где истоки? Началось все вот с Алексея Сибирского. Есть такой эко-блогер, в том году мы с ним познакомились. А в его жизни это все, в его жизни это все пришло, и мы в том числе, кстати, тоже. В 2020 году во время коронавируса всех тряхануло. Он задал себе вопрос, чем бы он занимался, если бы он был обеспечен финансово. И вот ответ был таков, что помогал бы планете. И начал элементарно, он в тот момент жил в Таиланде, просто начал убирать мусор вот этот, потом присоединился к посадкам мангового дерева, и потом приехал в Россию, тоже присоединился к посадкам и начал думать, как бы это все дело... Дело с манго у нас как-то посложнее, а вот с кедром это хорошо. Алексей вышел на нас, но мы как хозяины, как жители Краснодарского края, конечно, не смогли захватить Алексея и подтянуть на нашу территорию, чтобы здесь он остался, здесь основали вот эти посадки. И вот, в общем, так вот и получилось, что мы начали садить вот этот кедр. Что-то нужно с собой, будущим волонтерам, тем людям, которые присоединятся? Вот, слушайте, значит, полностью, мы полностью организуем посадку. Ничего нужно, не нужно с собой брать, нужно брать с хорошее настроение. Автобус предусмотрен, предусмотрена еда, предусмотрены все снаряжения, лопаты, все, что положено, все будет на месте посадки. Нужно будет просто приехать на это место. Адрес сбора улица 9 мая 62, это лента за планетой. И еще раз время давайте продублируем. Время 7.30 утра. Если вы тоже задумывались когда-то над вот этим самым важным вопросом, что я могу сделать хорошего, а как я могу сделать мир вокруг лучше, у вас теперь есть время, у вас есть люди, которые могут в это лучшее за собой повести, и у вас есть планы на эти выходные. Можно присоединиться к этому масштабному движению, можно выехать за город, можно не только классно провести время, но еще сделать это с пользой, чего мы вам и желаем.